ПЕПЕЛ КРАСНОЕ ГОРЫ Один для сердца, один для души и один для тела. Узел придаёт связи силу. Возможно, это и есть то, что я ищу. Чуть позже. А пока у меня к тебе есть личная просьба. Видишь ли, я коллекционер. Коллекционирую посохи. Магические посохи. В частности, те, что были созданы Азра и Властитель Ночи. И мне кажется, я нашёл очередной такой посох. Если ты принесёшь его мне, я дам тебе взамен посох моего собственного изготовления. Произведения Властителя Ночи не идут ни в какое сравнение с вещами, изготовленными сегодня. И всё же для меня в них есть особая ценность. Немного сентиментально. Ну, ты понимаешь. Он был первым теневым магом. Его вклад в развитие магии огромен. Менее известен тот факт, что он был пионером в науке зачарования посохов. Всякий его посох, который мне удавалось найти, позволял продвинуться в изучении. Конечно, на сегодняшний день его методы устарели. Но он всё равно гений. Наконец-то я... Увернуться к делам. Продолжение следует... 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 Твои способы очевидны, а я всегда держу своё слово. Возьми этот посох из моей личной коллекции. Думаю, он тебе пригодится. По большей части посохи. Это моя специальность. Продолжение следует... Наконец-то я могу вернуться к делам. Продолжение следует... Ух ты, впечатляет. Продолжение следует... 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 А ты ещё откуда? Тихо везло тебе, что там было? Продолжение следует... 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 Ну? Хорошо. Я рад, что могу на тебя положиться. Я думаю, мы практически добрались до самой глубокой части Кургана, но... Чтобы нанять новых работников, мне придется очень постараться. Мы заработали себе тующую репутацию, но если золота будет достаточно, кое-что я смогу сделать. Пять тысяч. Я понимаю, на эти деньги можно чуть ли не дом купить, но... Как я уже говорил, репутация у нас та еще. А плохую репутацию можно перевесить лишь звонкой монетой. Деньги у тебя? Хорошо. На сей раз найму охранников поопытнее. И все получится. Деньги у тебя. Деньги у тебя. Деньги у тебя. А, опять путешественники. Полагаю, тебе, как и всем прочим, нужны зелья. Я его личный миколог. Пусть он вырастил тельмитрин, но ухаживаю за домом я. Разные виды грибов – это дело моей жизни. Как только я увидела тельмитрин, я поняла, что мое место здесь. С тех пор я столькому научилась. Я? Нет. Это творение мастера Нелота. Меня тогда и на свете не было. Это магия Тилвании во всем своем величии. Он привез побеги из Моровинда и вырастил их с помощью магии. Да. Целую жизнь назад. Я была юной девушкой, когда случилось извержение Красной Горы. Мастер Нелот уже тогда был стар. Мать посадила меня на судно, идущее в Скайрим. Тогда я видела ее в последний раз. Она стояла на пристани, а мой корабль уходил. Да укроет тебя Мефала! Избавиться от Риклингов будет не так просто, Кувар. Я не говорил, что это будет просто. Однако мы должны попытаться. Победим мы или проиграем, но хоть вспомним, в том и есть. Я не поведу их на смерть, если они не готовы. Тогда готовь их. Что мы здесь делаем? Мы должны либо решить остаться здесь, либо собраться и вернуть себе зал. А мы не делаем ни того, ни другого. И это невыносимо. Твое нутро не моя проблема. Мы будем готовы, когда я скажу. Не раньше. Тогда лучше бы тебе что-нибудь сказать. И побыстрее. Спасибо тебе за избавление. Мы воины, а не строители. Приятно, наконец-то, высыпаться по ночам. Здесь дела не важны и без того, чтобы все ходили с убитым видом. Происходит тут то, что нас выкинули из собственного дома. Вон тут, медовый зал на холме. Его захватили риклинги. Благодаря количеству и живучести. Кроме того, мы тут слишком расслабились. Слишком много меда. Слишком много болтовни. Слишком мало битв. Ты помощь предлагаешь? Возможно, свежей крови окажется достаточно, чтобы эти лентяи снова взялись за оружие. Тогда вперёд. Эй, молокососы паршивые. Давайте-ка сюда. Я вижу, вы тут уже обустраиваетесь. Здесь так светло. Не понимаю, как ты это переносишь. Но взгляните сюда. В любом незнакомце больше огня, чем в... Либо из вас. Я лишь упомянула о вторжении, и он немедленно согласился помочь. Я не хочу, чтобы посторонние служили нам образцом доблести. Так что вперёд! Убьём риклингам! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну что, идём внутрь? Всё просто. Здесь находится топор Хротмунда. Если кто попытается взять топор, Хротмунд свершит суд и оценит его силу духа. Нет, нет. Ему не нужно с нами сражаться и нас испытывать. Он всегда присматривал за Тирском. Он видит нас и так. Поскольку он один раз уже счёл меня достойной, нужно лишь, чтобы он меня вспомнил. И вспомнил, почему благословил в прошлый раз. От тебя потребуется лишь наблюдать. Да, не будем терять времени. Ничего не имею против темноты, но я уже и так столь... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это я, Буйольт. Однажды я уже просила твоего благословения. Теперь я избавила зал от риклингов и вернула его законным владельцам. И это хорошо. Однако я следил за тобой и знаю, что это твоя собственная слабость привела к этому. Ты позволила воинам растерять силу, в то время как враги наращивали мускулы. Значит, не мне суждено возглавить Тирск? Нет. Ни тебе, ни кому-то другому из вас. Тем, кто живет в глуши, лучше быть без вожака вообще, чем со слабым вожаком. Я несколько смущена. Единственное, что мне остается. Я должна вернуться в Тирск. Что бы там ни говорил Хротмунд, нам нужен предводитель. И я пока лучшая, что у нас есть. Посмотри, что стало с нами под его бдительным оком. Ведь к этому состоянию мы пришли под руководством вождей, которых благословлял он. Так или иначе, он мертв, а мы живы. Пора создать новые традиции Тирска, и я это сделаю. Мне нужна лишь твоя поддержка. Тебе даже лгать не придется. Просто не говори никому, что тут было. Хорошо, постарайся. А теперь прости, мне нужно командовать медовым залом. У нас достаточно своих проблем, чтобы еще строить эту проклятую штуку. Спасибо тебе, мы очнулись и больше этим не занимаемся. Ну, что у нас? Буёль, тобой довольна. До нашей свадьбы я был ее спутником во время первого визита к Кургану. Кротмунд признает силу в этом мире и в том. Да, я помню, каково это было в первый раз еще до нашей свадьбы. Надеюсь, часто видеть тебя в зале. Я рад, что можно спать в тепле. Но вот остальным идиотам закалка не помешала бы. Будем восстанавливать все, и зал, и самих себя, в том или в ином виде. Мы вернулись на родные земли. Я надеюсь, мы восстановим былую славу Тирска. Мы холоднее снега и прочнее стали. Мы окружаем себя и тем, и другим, чтобы не забывать о том, каков мир вокруг нас. По крайней мере, я на это надеюсь. Нас всех чему-то научили неприятности последнего времени. Ладно. Ладно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...